Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге Царства. И сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги. Она начинается словами. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». Мы с вами помним о том, что ковчег Завета был перенесен в Иерусалим и находился под шатром, то, как он путешествовал в течение сорока лет. Было такое скиние, собрание, и особое место, где хранился ковчег Божий. И Давиду в тягость то, что у него есть дом, дом царский, но нету дома Божия. И, собственно говоря, это была ошибка царя Давида. Надо было начать построение Иерусалима, созидание дома Божия. Но были причины, по которым Господь не позволил Давиду построить храм. Об этом мы сегодня поговорим. И сказал Нафан царю, «Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану, «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты не построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скине». Вот здесь ошибку допускает пророк Божий Нафан. Давид высказывает пожелание построить дом Божий, и Нафан сразу ему отвечает, «Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». Господь не был с Давидом в этом вопросе. И в эту же ночь Господь является Нафану и говорит, что Давид не построит дома Божия. Вот это урок для нас, священнослужителей, пастырей и архипастырей. Мы не можем за Бога давать людям какие-то гарантии. Это совершенно недопустимо. Более того, это даже граничит с негим богохольством. Поэтому всякий раз, когда мы стоим перед какой-то дилеммой и должны дать какой-то ответ, лучше сказать, если ты будешь жив, и Господь тебе позволит, вот тогда ты сотворишь то-то и то-то, чем нежели утвердительно сказать, «Да, вот тебе благословение, у тебя все получится». Человек, он только предполагает. А Бог есть Тот, Который всем располагает. И мы читаем далее, Господь говорит, «Где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома?» Действительно, Господь не предъявлял таких требований, но в то же время в книге «Второзаконие» есть заповедь, что когда евреи войдут в землю обетованную, Эрец Исраэль, они должны прогнать семь народов, которые символизируют собою семь смертных грехов, разрушить всех идолов и истуканов, поставить над собою царя и построить дом Божий, храм, посвященный имени Бога. Но конкретно Господь действительно не говорил какому-то отдельно взятому колену, вот вы должны это сделать. И далее Господь говорит Нафану, «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, то есть из самого низкого сословия, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим и сделал имя твое великим, как имя великих на земле». Действительно, наверное, в каждом народе знают что-то о Давиде. Давид почитается не только в христианской традиции, он, естественно, почитается и в религии Израиля, в иудаизме. Давид известен под именем Дауда в исламском мире, и когда мусульмане произносят это имя Дауд, они говорят «мир ему». И кто не знает этот героический образ юноши, который сокрушил чудовище Галяфа. «И был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем. Не будет тревожиться больше, люди нечестивые не станут более стеснять его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим, Израилем. «И я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». В данном случае слова «устроит тебе дом» означают, что у тебя будут потомки. Конечно, не все они будут благочестивые, но среди них будут и благочестивые. Надо сказать, что правление Давида – это идеальное правление. Он осуществлял принцип теократии, власти Бога, як он на небеси и на земли, и руководствовался наставлениями пророков, в частности, Нафана. Таким образом, у него была такая непрерывная связь с Создателем. Сейчас в разных странах стараются иметь прямой доступ к Белому дому, чтобы чуть чего позвонить в Соединенные Штаты Америки. И все перепроверяют, правильно мы себя ведем или неправильно. Тогда все было иначе. Теократические принципы, власть Бога – это была не абстракция. Через пророков любой правитель мог вопрошать Создателя Вселенной и получать необходимые ответы, рекомендации и, если хотите, инструкции. И мы уже видели из Первой книги царей, что Господь даже подсказывал своим царям, какой военный маневр надо совершить, какую военную хитрость, чтобы одолеть врагов. И далее мы читаем продолжение этой речи, обращенной к Давиду через Нафана. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чисел твоих и упрочу царство его». Здесь не сказано, что «и упрочу царство их», то есть его потомков, а речь идет об одном потомке «и упрочу царство его». И далее, 13 стих, очень важный. «Он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки». Казалось бы, речь идет о Соломоне, но царства Соломона не было навеки. Царь Соломон действительно построил храм, посвященный Богу, но он жил как человек определенный промежуток времени и умер. И являлся прообразом Христа Спасителя, который тоже был потомком Давида по плоти. А Христос, как мы знаем из 16 главы Евангелия от Матфея, в Кесарии Филипповой говорит ученикам, «Я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее». Вот потомок из дома Давида, царству которого нету конца. И царство его — это святая церковь, о которой Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее». Посмотрим, какие объяснения есть у древних экзегетов. Например, Тертулиан в своем трактате против Маркиона пишет, «Та настоящая ситуация, которая ныне обнаруживается во Христе, соответствует тому, что прежде Создатель обетовал как неизменные милости, обещанные Давиду, которые относились ко Христу, поскольку он происходил от Давида. Вернее, самоплоть его была неизменной милостью, освященной религией и засвидетельствованной верою по воскресенье». Согласно пророку Нафану во второй книге царств в семени Давида дается обетование, «Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих и упрочу царство его». «Если ты станешь объяснять это как просто относящееся к Соломону, ты заставишь меня смеяться», восклицает Тертулиан. И далее. «Давид, конечно же, родил Соломона, но разве не Христос обозначен здесь семенем Давида как чревом, которое произойдет от Давида, то есть чревом Марии? И еще, поскольку Христу более чем кому иному предстояло воздвигнуть храм Божий, то есть святость человека, в которой Дух Божий обитал бы как в самом совершенном храме, то именно Христа более чем сына Давида Соломона следует видеть Сыном Божиим. И опять же, царство вечное более подходит для Христа, нежели Соломона, царя на время». Действительно, братья и сестры, любой царь, это царь на время, и когда его время кончается, его власть прекращается. А в этом пророчестве говорится о том, что на престоле Давида всегда, вовеки будет его потомок. и когда династия царей из дома Давида начала пресекаться, и появился первый царь нееврей, Ирод Эдуменянин в его дни и родился Христос Спаситель. Таким образом, это пророчество исполняется только в формате христианского прочтения библейского откровения, и никак иначе. Далее говорится, какие отношения будут с этим единственным царем не на время, а на века. Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Вот такие слова говорятся прежде всего о Христе. Но косвенно это пророчество относится к Соломону. потому что Соломон является прообразом Христа. Он построил первый храм на планете, посвященный Богу, преобразовывая собой Христа, который создал церковь. И вот уже слова, которые относятся к Соломону. здесь сказано следующее. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Здесь даже говорится как о собирательном образе всех потомков Давида. «Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». Косвенно эти слова мы можем отнести ко Христу, потому что когда Христос взял на себя грехи всего мира, понес на себе наказание, он был изъязвлен и измучен за грехи и преступления наше. «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим». Навеки это значит навсегда, и здесь личность Соломона не выдерживает критики, Тартулян смеется над таким объяснением, а речь идет о вечном царе, царей Господе нашем Иисусе Христе. «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим и престол твой устоит вовеки». Сейчас никто из иудеев не может сказать точно, кто принадлежит какому колену, какому дому, у них все это очень неопределенно и слишком гадательно. Все эти слова и все это введение Нафан пересказал Давиду. Конечно, сердце Давида не могло не опечалиться. Ведь Давид мечтал всю свою жизнь построить храм. И мы видим, как он бережно в несколько заходов переносит ковчег завета эту главную святыню поближе, поближе к Иерусалиму. И давайте посмотрим, что позже будет говорить сам Давид своему сыну Соломону. Соломон по-еврейски «шоломо», то есть «мирный», объясняя, почему Бог не разрешил ему Давиду построить храм. Это первая «Параллепименон», 22 глава, 7 по 10 стих. «И сказал Давид Соломону, сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне и сказано, ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, я дам ему покой от всех врагов его кругом, посему имя ему будет Соломон, шломо, то есть мирный, и мир и покой дам Израилю во дни его, он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, и я ему отцом, и утвержду престол царства его над Израилем навек. Итак, здесь мы видим, что мечта Давида не будет исполнена, он много воевал, но позвольте, он же вел войны Господни, и так неоднократно говорится в Писании, да, он вел войны Господни, но проливал человеческую кровь, и уже это основание не допустить его до столь великого дела. И пошел царь Давид и пристал пред лицом Господа и сказал, кто я, Господи мой, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме, раба твоего вдаль, это уже по-человечески, Господи мой, Господи, что еще может сказать тебе Давид? Давид благодарит Бога о том, что Господь возвестил ему о его доме, то есть о его потомках, и самое великое, что от него произойдет потомок один, царство которого не будет конца. Поэтому он и говорит, что еще может сказать тебе Давид? Какие еще слова благодарности можно найти? Ты знаешь, раба твоего, Господи мой, Господи, ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, совершить великое страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. Как я часто объясняю, слово Израиль имеет двойственное значение. Оно может быть переведено как народ богоборец и может быть переведено как воинство божие, почти как воинство ангельское. И церковь земная называется странствующей и воинствующей. И в формате христианства мы являемся новым Израилем, а ветхий Израиль терпит поношение галута, изгнания до сих пор. Эта двойственность раскрывается также в благословении, которое часто чередуется. То Бог говорит, потомки будут как звезды на небе или как прах земной. Но есть же принципиальная разница между звездами на небе это праведники, которые сияют вовеки навсегда и песком морским, прахом земным, который попирается ногами. И именно о церкви здесь говорится, и кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, потому что есть только одна вера, единая вера, единое крещение, для которого приходил Бог. Мы верим в Богов воплощение. В некотором смысле Давид здесь пророчествует, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от Египта, изгнав народы и богов их. Каждый христианин совершил выход от своего собственного Египта. Кто-то из мира наркомании, кто-то из мира алкоголизма, кто-то из мира гомосексуализма, кто-то из мира магизма, сатанизма, колдовства. Исход из Египта – это очень важный такой лейтмотив. Он проходит через разные литургические тексты, как напоминание нам, что некогда мы служили фараону-дьяволу, трудились по его воле, следуя его порочным указаниям, но Господь, подобно Моисею, вывел нас из Египта греха, и мы спаслись от Египта греха, пройдя сквозь крещение черного моря, черного значит красного, в крещение мы и очищаемся кровью Иисуса Христа от всякого греха. И ты укрепил за собою народ твой Израиля как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. Вот здесь необъяснимое пророчество «Тот, кто приходит, делается для этих людей Богом». Если говорить о божестве в целом, божество никуда не приходит и никуда не восходит. Такое можно говорить о божестве в его Боговоплощении. И во Христе мы отличаем божественную сущность от человеческой. Человеческая может действительно снисходить, Христос в душею человеческой сходил даже в ад и быть вознесенным. «И ныне, Господи Божий, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек, и да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем». Как здесь вспомнить слова апостола Павла в послании к римлянам? «Не тот иудей, кто наружно таков, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое на сердце, и ему похвала. Не от людей, но от Бога». «И дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим, так как ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу твоему, говоря, «Устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такую молитву». Давид как бы извиняется, он говорит, «Я молюсь такой молитвой, я произношу такие слова только потому, что ты сам сказал уже, устрою тебе дом». Настоящее продолжение жизни каждого человека – это его потомство. Плотское или духовное, но если жизнь человека не имеет продолжения, в других людях она не имеет никакого смысла. Древние даже говорили так, если двое о чем-то беседуют, о чем-то очень важном, но третий об этом не узнает, это пустословие. И мы читаем окончание седьмой главы второй книги царств. Итак, Давид продолжает молиться, «Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова твои непреложны, и Ты возвестил рабу твоему, какое благо, и ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно предлицом твоим». Ну, совершенно очевидно, что речь идет не о государстве, не о конфедерации какой-то или федерации. все империи приходят к своему закату. Каким бы великими они ни были, был закат и Римской империи, и Византийской империи. Мы пережили закат Российской империи, рухнула Османская империя, прах остался от Третьего рейха, и только церковь, созданная Иисусом Христом, получив как некий залог от Него увещевание врата да не долеет ее, существует вечно. «И ныне начни благословить дом раба твоего, чтобы он был вечно предлицом твоим, ибо ты Господи мой». Господи возвестил это и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным, чтобы быть ему пред тобою вовеки. И мир Нового Завета начинается с Евангелия от Матфея, который и начинается словами родословия Иисуса Христа сына Давидова. В имя Господи цели Давида и всю кротость его. Редактор субтитров